Здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Мы продолжаем играть в 22-ю ферму NF-марш. И у нас наступил октябрь, год седьмой. Сегодня у нас, друзья, по планам продолжение уборочной. Есть много контрактов, плюс нужно свои поля покосить. Нам нужно собрать тут соевые бобы, свекла, кукуруза, лук, морковь. Кукуруза, лук, морковь. Ну и ладно. Есть удобрения на 78-е поле, друзья, у нас вкусненькое. Есть несколько прополок, но я их не стал брать. Также есть 4 контракта на сбор хлопка, но я их тоже не стал брать. И есть еще, конечно же, тюкование. Я пока не знаю, имеет ли смысл это брать. Потому что нам еще свои поля покосить надо. А это, опять-таки, куча времени у нас занимает. Также, друзья, у нас сегодня по планам обслужить все производства наши. И, кстати, уже пора, наверное, этим заняться. На силосной башне 1200 литров силоса. Все забилось. Я, друзья, запустил все линии. То есть еще и сечку сюда завезли, мы собирали. Поэтому сейчас там прям очень много всего производится. Но давай, друг, вывози это все на элеватор. Так вот, нам нужно будет обслужить все наши производства. А также еще поставить одно новенькое. И расскажу я вам сегодня еще о планах на следующий год. Так что погнали работать. Друзья, начнем мы сегодня с нового производства. И этим новым производством будет у нас целлюлозная фабрика. У нас, на самом деле, приличный баланс. 6,5 миллионов. У меня есть подозрение, что в следующем году мы контракты выполнять не будем. Только на уборочную. На уборочную я, знаете ли, не могу себе отказать в этом удовольствии. Уборочную мне прям хочется сделать. Уборочную я люблю. Так вот, целлюлозная фабрика. Она у нас ставится вот сюда. Здесь вот выделена вот такая вот площадка. И эту самую площадку, друзья, нам надо купить. Участок номер 110. Мы его покупаем. Стоит он копейки. И здесь у нас точка порт топлива. Давайте мы отправим сюда. Как раз рядом с базой находится наш товарищ, который будет нам автодрайв рисовать. Это у нас точки продажи порт топлива. Давай, едь туда. Мы пока поставим производство. А потом ты приедешь, и мы будем рисовать маршруты к этому самому производству. Переходим в режим строительства. Здесь выделена вот такая площадка. И на самом деле она мне не сильно внушает доверия. Нам нужно на эту площадку самую воткнуть целлюлозную фабрику. Вот она. Как-то не сильно понятно мне, как оно должно правильно размещаться здесь. Потому что триггер выгрузки щипы, он как-то вот прям как будто будет мешать всем ездить. Ну ладно, мы сейчас посмотрим, где что. Как маршруты автодрайва проходят. И чуть что их поправим. Вроде как они вот именно вот по этой вот дорожке ходят. Давайте вот ровненько вот так вот на эту выделенную зону это все дело вместим. Вроде бы там недавно автосейв был, поэтому все должно быть нормально. Итак, свод, триггер выгрузки щипы. Здесь у нас стоянка. Здесь у нас вроде как будет появляться нужная нам продукция. Давайте, друзья, как и в прошлый раз, проверим работоспособность всего этого дела. Закупим все, что можно закупить. Здесь поставим на создание и жестком отнем время. Ничего не производится. Почему? Потому что я не включил линии. Соответственно, линии мы включаем. Все, здесь все работает. И поддончики появляются. И это прекрасно. Значит, они будут здесь появляться. Значит, все в порядке. Перезапускаем тогда игру. Возвращаемся к нашему заводику. Как раз, кстати, во время сейва наш вот этот товарищ был именно здесь. Поэтому можем посмотреть, как идут здесь маршруты. Давайте вот эту вот штуку мы отставим справа в бок. Смотрите, здесь триггер выгрузки не мешает. И с обратной стороны тоже у нас все хорошо. Ну, это прекрасно. Значит, здесь давайте сначала посмотрим, что вообще делает это производство. Оно умеет производить бумагу, картон. В три смены может работать, потому что картон для упаковки используется много где. И производство туалетной бумаги. Бумага тоже используется на других производствах. Туалетная бумага идет исключительно на продажу. Мы, в общем-то, запускаем, наверное, вот так вот три линии. Картон, вторая смена нас сейчас вряд ли интересует. Третью смену запускать вообще невыгодно, типа даже если на продажу. Потому что цена производства как-то... Все, не надо этого делать. Соответственно, сюда нужны поддоны. Сюда нужна щепа в большом количестве. И сюда нужна вода. Вот этот значок сверху с водой означает, что если идет дождь, то вода будет как-то тоже там немножко собираться. Так как мы поддоны будем привозить с помощью нашего контейнера. Насколько я понимаю, выгружается у нас все здесь. И вода, и все, в общем-то, выгружается. То нам, по сути дела, нужно сделать здесь одну точку на выгрузку. И здесь одну точку на загрузку поддонов. Поддоны мы видели, что появляются вот с этой стороны, кстати. Первые. Соответственно, знаем, где делать точку для нашей фуры. Техобслуживания здесь не надо. Но давайте тогда эти самые точки сделаем. Расстрактор у нас стоит здесь. То отсюда мы тогда и начнем. Будем рисовать это дело второстепенными маршрутами. Давайте вот эту точку соединим. Проедемся вот так вот как-то. И предположим, если у нас здесь наша Вольва остановится, именно голова стикса, то это будет прямо около триггера погрузки. Поэтому рисуем здесь точку. Пускай это будет целлюлоз, загрузка поддоны. Ну и далее все это дело мы выводим на основную нашу магистраль. Все, в общем-то, довольно-таки просто. Поехали с обратной стороны. Сделаем еще точку на выгрузку всего дела. Наверное, друзья, имеет смысл вот где-то вот отсюда примерно это все дело начинать. Поэтому тоже начинаем запись маршрута. И проезжаем через этот триггер аккуратненько. Делаем, конечно, небольшой заворотик такой, чтобы фура смогла нормально проехать. Проезжаем через триггер. Здесь нам и вода понадобится. И, наверное, вот здесь вот мы и сделаем точку разгрузки. Это у нас будет целлюлоз.выгрузка. Выгрузка. Вот так вот. Отлично. И все. Дальше он попадает на основную магистраль. И как хочет, так и едет, куда ему там дальше надо будет. И все. Все вот так вот просто. Создадим новую папку. Пускай будет целлюлозная фабрика. И в эту самую целлюлозную фабрику эти две точки наши я целлюлоза написал неправильно. Я почему-то пропустил одну буковку L. Черт. И там курсор нельзя поставить. Все целлюлоз, загрузка поддона. Отлично. И все это дело мы перетаскиваем в папку целлюлозная фабрика. Точка раз, точка два. Всего две. Ну и все, друг, ты справился. Ты нам больше не нужен. В принципе, здесь, если мы посмотрим на сеть маршрутов, то, в принципе, завод вообще не мешает. Именно стандартной карте, как она была проложена, и ту, что вы можете скачать с интернета, и та, которая переведенная на моем сайте лежит. Ты, друг, едь, давай паркуйся. И что нам сюда, друзья, нужно привезти? Нам нужно сюда привезти дохренища щипы. Электрозаряд у нас передастся сам. Кстати, чтобы он полностью заполнился, можно... А, он и так на распределении стоит. Все, он полностью заполнится, потом мы его продадим тогда. 100 тысяч литров поддонов надо привезти. Мы, в общем-то, один прицеп 70 кубов отправим тогда. Или можно прописать ему 50 кубов и отправить два раза. А также 250 кубов воды надо сюда отправить. Давайте, в общем-то, и этим и займемся. Чтобы это самое производство запустить. В первую очередь, вода. На водочесной станции у нас дохрена воды некуда девать, поэтому мы ее берем оттуда. Давай, друг, ты едешь три раза. С водочесной станции грузишь воду. И везешь ее на целлюлозную фабрику выгрузка. И везешь воду три раза. Давай, погнал. И у нас есть еще одна Вольва, которая ей поможет. Она поедет два раза, потому что всего пять раз можно туда по 50 кубов привезти. Тоже на водочесную станцию вода загрузка. На целлюлозную фабрику выгрузка. И тоже обычную воду он повезет. Давай, погнал. Далее, друзья, от поддона туда надо отвезти. Давайте мы все-таки реально одним этим самым 50 кубов ему сюда пропишем. Скажем, сделать две поездки с нашего склада. Отвезти точно так же на целлюлозную фабрику выгрузка. И отвезти туда поддоны. Давай, погнал. У нас, кстати, камбала сейчас в хорошей цене. И поддоны сейчас в хорошей цене. Может быть, имеет смысл их туда отвезти и продать. Но ладно, это потом. И, друзья, щепу туда тоже надо отвезти. Полтора миллиона литров туда вмещается. Мы отправим один ман, который будет туда, короче, долго ездить, возить. На целлюлозную фабрику. И давай, вози щепу. Кто у нас куда приехал. А, припарковался этот самый. Хорошо. Ну и сейчас хорошо бы, конечно, выяснить, что это все дело работает. Поэтому погнали посмотрим, чтобы там все разгружалось. Через 7 минут производство запустится. Точнее, через 7 минут туда попадет электричество. И хорошо бы, чтобы через 7 минут там были уже все ресурсы, чтобы оно прям запустило и запустилось. Пока все остальные туда едут. Давайте, друзья, мы еще посмотрим, что у нас там с техобслуживанием. А то высветило, что почти нет места. У нас здесь 96 кубов. Черт, в табе ни одной техники нету. На этой мастерской 66 кубов. И немножко есть здесь. Давай тогда загружайся. Мы тебя потом отправим покататься. Так, вода уже тоже загрузилась. А ман почему-то не грузится. Почему ман не грузится? А, потому что здесь стоит и мешает ему проехать силы с выгружающейся. Ну ладно. Между тем, 5 минут уже осталось до запуска завода. До передачи электричества. Я думаю, что за 5 минут они все сюда приедут. Хотя бы по разику. На 78 поле, кстати, у нас засеялась пшеничка. Почему здесь камней столько? Кошмар. Контейнер приехал первым. Судя по всему. Между тем, 3 минуты уже всего осталось. Я смотрю, они не сильно торопятся ехать-то. Ну ничего, мы подождем. Он здесь отлично заехал на этот триггер. Даже ему подъем этот не смутил его. Он здесь проезжает и он здесь не выгружается. А вот тебе здрасте. Ты поддоны привез? Ты поддоны привез? Хорошо. Где у нас выгружаются поддоны? Может быть здесь? Но здесь на триггере они вообще не выгружаются. Ладно, поехали. Сейчас найдем, где они выгружаются, эти самые поддоны. Вот здесь они выгружаются, поддоны. Как я должен был об этом догадаться, непонятно. Прием пустых поддонов. В принципе, можно было просто тупо прочитать. Ну ладно. Значит, для этого товарища нам нужна еще одна точка автодрайва. Контейнер это, в принципе, довольно маневренная штука, поэтому тут можно городить любые повороты, как угодно. Единственное, мне вот это вот пересечение не очень нравится, но ладно. Ну давайте тогда отсюда начнем запись. Кажется потом, что вода тоже выгружается в другом месте. Я вот для этого всегда и проверяю, знаете ли, с самого старта, чтобы потом быть спокойным. Давайте вот это вот дело мы соединим сразу же. И здесь вот так вот проедем. Ну давай, появись. Все, он здесь появился. Отметка о том, что выгрузка здесь есть. И давайте, наверное, вот эту вот новую точку мы сделаем. Целлюлоз выгрузка поддоны. Вот так вот оно будет. Далее соединяем это все дело со нашей основной сетью. Далее эту точечку перекидываем в папочку целлюлозная фабрика. И вот эту точку, наверное, выгрузка, нам имеет смысл переименовать выгрузка щепа вода, чтобы не путаться. А точку загрузка поддона мы тогда, наверное, переименуем как загрузка продукция. Пускай будет именно так. Соответственно, друг мой, ты едешь на целлюлозная фабрика выгрузка поддона. Загружаешься, конечно же, на нашем складе. И один раз всего тебе это надо сделать, потому что вот этот... Ага, ты уже доехал до точки. Ну ладно. Потому что вот этот раз, который у него сейчас, он не считается. Между тем, вода здесь тоже у нас не выгружается. Прекрасная новость. Что-то как-то не нравится мне вот эта вот целлюлозная фабрика. Погнали искать, где у нас разгружается вода. Вода у нас разгружается здесь. Вот здесь получение товара жидкости. Отличная надпись. Ну, здесь тоже тогда нужно делать новую точку. Давай тогда вот отсюда мы начнем запись этой самой новой точки. Поддоны, кстати, выгружаются. И щепа у нас тоже выгрузилась. Ну, давай вот отсюда мы тогда проедем вот так. Я надеюсь, что фуру, в принципе, длинномер здесь нормально проедет. Проезжаем тогда через этот триггер. И делаем здесь точку целлюлоз, выгрузка, вода. И нам нужно это все дело куда-то привезти. Честно говоря, делать целый круг не особо хочется. Но через встречку проезжать тоже такое себе. Но проедем, ничего страшного. Так, ману ехал, хорошо. Ну, тогда вот это вот мы дело соединяем. Или даже, наверное, не вот эту точку, а вот следующую. Вот так вот. Кто здесь еще едет? А, контейнер. Хорошо, едем. Так. Тогда целлюлоз, выгрузка, вода. Мы тоже перемещаем в папку целлюлозная фабрика. А точку щепа вода мы переименовываем как просто выгрузка щепа. И далее этому товарищу два раза говорим съездить на водочистную станцию вода-загрузка. И привезти нам еще два прицепа воды. Давай едь. А вот этого товарища, который здесь разгрузиться не смог. Ему один раз нужно съездить, но не на выгрузку щепу, а на выгрузку воды. Щепа у нас работает, в принципе, мы это уже посмотрели. Сейчас главное еще воду посмотреть, в принципе, тогда все будет работать. Цлюлозная фабрика вода, все использовано. А, ну все правильно, он же не выгрузился, мы точку нарисовали, а он не выгрузился. Хорошо, сейчас и на него посмотрим тогда. А что ты здесь поехал-то? Почему выгрузка щепа? Выгрузка вода. Давай едь туда. А, это второй ман, я ему не поменял. Ну ладно, точнее не ман, а вольво. Все, выгружается. Меня это радует. И смотрите, какая у нас история. У нас работают не все линии, и у нас требуется 396 кубов щепы в месяц. А производим мы на нашей лесопилке и на столярке вместе 312, то есть меньше. Но у нас уже небольшой запас есть, поэтому пока что первое время мы как-нибудь проживем. Проблем быть первое время не должно. А если что, потом где-нибудь эту самую щепу нарулим. Да, друзья, производство запустилось, все работает. Но какое-то время сейчас потребуется, чтобы перевести сюда щепу. Увы, наш вот этот 300 кубовый прицепчик ее не возит, но что поделать, ладно. Также, друзья, в прошлой серии мы поставили производство извести, и тут уже 319 кубов извести у нас получается где-то за полтора-два, два с половиной месяца, да, произвелось. Это, в общем-то, неплохо. Мы шьем в сентя... Или мы ее... Не, мы ее в августе, по-моему, ставили. Ну ладно, неважно. Тут у нас, на складе, я сюда вывез всю продукцию в сентябре, включая продукцию с рыбозавода. С рыбаков, точнее. Пускай лежит здесь, 3 куба у нас еще занято из 30 всего, пускай лежит. Ну и далее, друзья, надо обслужить все наши производства. Но я, друзья, это сделаю за кадром, тут все понятно. С мастерской столярки мы просто заберем. Техообслуживание с мастерской мы заберем и развезем по всем точкам, которые это самое техообслуживание требуют у нас. На фэтсвинарник мы с помощью наших манов завезем корма, мы его можем купить. Дерево на лесопилку отвезем, у нас 300 кубов есть на складе. Планки, соответственно, у нас тоже на складе есть, мы на столярку отвезем. Цлюлозная фабрика щепа, мы уже в процессе все это дело возим. Клевер, трава у нас на компостер тоже отвезутся, это не проблема. На производство удобрений жидкий навоз у нас есть водовозы, сейчас они освободятся, мы отвезем. Производство извести ракушки, вывезем сколько есть, но производится опять-таки ракушек у нас меньше, чем требуется на производстве, поэтому периодически эта линия будет закрыта. На водочную станцию дорабатывает, мы ее вырубаем нахрен. Биогаз, север, жидкий навоз немножечко капнем, сколько есть у нас у свинюшек. И лесоруб 2, 3 и 1, топливо всем развезем, всем троим сразу. На биогаз, север, силы, наверное, уже сегодня трогать не будем, сделаем это в ноябре. Ну и то, что дальше идет. Продавать я тоже ничего не буду, хотя может быть поддоны имеет смысл продать, потому что поддонов у нас уже насобиралось довольно-таки много, и сейчас хорошая цена. 444 и падает. Если мы продадим все поддоны, мы получим 600 тысяч, это в принципе неплохо. Наверное, знаете, что мы сделаем? Мы посмотрим сейчас, где у нас эти самые поддоны требуются. Кстати, на коллекторах можно паразику воду вывести и продолжить работу водоочистной станции. Наверное, так и сделаем. На компостер, кстати, тоже еще одна линия была запущена из сечки компоста. Итак, поддоны у нас требуются у лесорубов, мы, наверное, закинем им поддоны, причем перенесем прямо с лесопилки. Далее рыбакам требуются поддоны, в принципе, по 30 кубов можно перевести им и забить полностью. На столярке еще дохренища поддонов, мы недавно привозили. Целлюлозную фабрику мы сейчас забили, и все, больше нигде не надо. Так и давайте тогда и все это дело сейчас и сделаем, и продадим поддоны. Прямо по максимуму забивать здесь смысла нет, ну ладно, забьем сколько есть. Давайте вот 15 поддонов у нас как раз здесь есть, поддоны с поддонами, по 5 штук. На каждый мы и отнесем, благо я сильно и быстро хожу, и могу это сделать все ручками. Главное со счета не сбиться. Это у нас третий, первому лесорубу, но по моим подсчетам это пятый. Хорошо, далее здесь должно остаться 10 штук, и здесь действительно осталось 10 штук, понесли второму. Здесь вот надо аккуратненько в обход вот так вот нести их, и второму мы тогда тоже выгружаем. Если я правильно посчитал, то это пятый для второго. В теории там должно остаться 5 штук. Да, 5 штук осталось, и их мы третьим унесем тогда. Идем уже с другой стороны. Хорошо быть сильным, да? Но главное на самом деле быть умным, а не сильным. Черт, там поддон улетел. Я думаю, ничего страшного. Все, пятый выгружаем, и смотрим, что мы выгрузили нашим лесорубам, чтобы просто одинаковое количество было. Потому что я уже на это попадался. Итак, с 32 куба, 32 куба и 32 куба. У всех отлично. Кому мы еще поддоны? Мы рыбакам хотели еще поддонов завести. Каждому по 30 кубов. Погнали, отправим товарищей, которые это сделают. У нас есть два вот таких вот замечательных трактора. Мы одному говорим, что у него вместимость 30 тысяч. И второму мы тоже изменяем ее с 50 аж на 30 тысяч всего. Готово. И, соответственно, по одному разику они у нас везут поддоны. Один у нас едет на рыбак 1 выгрузка. Давай едь. А второй у нас едет один разик на рыбак 2 выгрузка. И тоже везет поддоны. Поддоны. Давай вези. Все, с этими разобрались. Далее, друзья, по поводу нашего ТО. В принципе, у нас все обслужены. Я это делал вчера, то есть в сентябре, развозил. Единственное, кто у нас в большой просадке, это наша нефтяная платформа. Хотя, кстати, и 160 кубов сюда и не влезет. Короче, пофигу. Давай, значит, ты. Вот эти вот 74 куба сейчас везешь на ТО нефть. После чего ты уже будешь пустой. Едешь, загружаешься на ТО столярка. И едешь кататься вот по этому списку. И, скорее всего, здесь он все вот это развезет. Доедет до нефти. Весь остаток выгрузит в нефть. После чего ты едешь парковаться. Вот такая вот история. Рыбу, наверное, мы сегодня продавать, друзья, не будем. А вот 1000 литров поддонов мы продадим. Ну ладно, пускай эти товарищи у нас сейчас съездят разгрузиться. Наверное, на зиму мы первого вот этого товарища. Контейнер, который у нас уже такой весь поцарапанный. Что-то как-то он прям совсем некрасиво выглядит. Котский это, конечно, прикольно. Но вот он как-то вот прям мне не нравится. Поэтому мы его, наверное, покрасим еще. Хотя обычно я этим не занимаюсь. Ну и давайте, друзья, еще посмотрим, что у нас с нашими полями происходит. Во-первых, я еще перепахал наши поля, где была у нас кукуруза. Потому что там требовалась спашка. Я сначала думал, чизелями это все дело пройтись. Но на самом деле у нас есть хорошие плуги. Поэтому я решил перепахать. На самом деле, скорее всего, это ударило по эко-счету. Нет, это, кстати, не ударило по эко-счету. Видимо, после уборки урожая. Но меня это радует. Ну хорошо тогда. И наша задача собрать камни с этого поля. Да, я эту функцию включил. Серии 20 назад, наверное. Но мы ни разу не культивировали и не пахали наши поля. Поэтому камни не вылазило. Для этого нам надо купить камнесборщик и трактор к нему. И придумать, где он будет стоять. Здесь у нас два контейнера. Вот это место у нас, в принципе, пока что свободное. Хотя вот этот чел здесь отлично вписался. Но в будущем здесь будет фура стоять. А здесь у нас свободных мест сейчас нет. Я когда-то говорил, что я хочу наши удобрялки перевести на другое место. Там, где у нас всякий вот этот вот сепаратор, наш вот этот производственный комплекс семена удобрения. Но я что-то подумал, что какой в этом смысл, если они все равно на этот элеватор будут ездить и пополняться. Поэтому от этой идеи я отказался. У нас еще, кстати, есть свободное место около нашего БГА. Может быть туда камнесборщик тогда поставить. Вот здесь у нас свободное место. Здесь тюкалка стоит. Но она, в принципе, нам не сильно нужна. Поэтому мы можем ее поставить вообще в любое место, куда угодно. Я ее уже сто лет не пользовался. Давайте ее действительно перегоним отсюда. У нас свободное место есть здесь. Хотя его как бы в автодрайве-то нету. Но может быть когда-нибудь что-нибудь здесь будет стоять. Здесь просто валяется вот эта вот наша силостная херня. Жадко для силостного комбайна. Давай, друг, едь, паркуйся. Вот здесь у нас есть точка. Надо посмотреть, как она называется. По-моему, XXX она называется. Да, парковка XXX. Давайте мы ее переименуем тогда в парковка камня сборщик. Папка парковки. И вот она, парковка XXX. Скорее всего, оно. Как у нас тут вообще называются? Они с большой буквы все хорошо. Парковка камня сборщик. Вот так вот. Да, и вот она переименовалась. Отлично. Косилка паркуется. Мы погнали тогда купим какой-нибудь камня сборщик и какой-нибудь трактор к нему. Значит, камня сборщик. Возьмем самый топовый. Он требует всего лишь 120 лошадей. Объем у него всего 2 куба, но камней собирается немного. Ширина 5,5 метров. Здесь вроде как бункер побольше, но ширина поменьше. Смысла в этом я не вижу. Да и этот вроде как типа ровный, а этот скошенный. Короче, я хочу вот такой. Можно поменять ему брон колеса, но не вижу в этом никакого смысла. Покупаем за 52 тысячи. И нам нужен трактор на 120 лошадей. Это в принципе вообще не проблема. Я думаю, мы возьмем какой-нибудь маленький трактор. 109 лошадей, какой-то реформ из Хейнфураж пака. Прикольная игрушка, маленькая, на Риджи Трак похож, да, чем-то. Весь такой стекленный, мне вот он нравится. Но помощнее двигателям бы не помешал. Антонио Карару пак. Еще одну DLC. Но здесь прям нет ничего такого. Все какое-то страшное. И, ну не знаю, мультяшно прикольное, я бы так сказал. Кубота вот такая у нас есть. Кубота, насколько я знаю, японский вообще трактор. У нас с Чизелем один такой ездит. Ладно, смотрим что-нибудь дефолтное. Джонни. Смотрите, есть маленький Джонни на 130 лошадок. Мне кажется, он нас вполне устроит. Но у нас такого, такого у нас еще нету, да. Крепление фронтального погрузчика из Арии ему не надо. Выбор колес. Давайте поставим балансировку. Не знаю зачем, но мне нравится, как оно выглядит. Двигатель помощнее. Ему, наверное, давайте поставим. Ладно, это недорого стоит. Покупаем эту игрушку. Ну и вот у нас новый трактор появился. Изначально у меня в планах было, конечно, взять трактор, который у нас с плугом. Но там, знаете ли, он слишком мощный для этой штуки. Нет никакого смысла. Я надеюсь, что эта штука, кстати, будет работать. Я ни разу не пробовал. Значит, первое, что мы делаем. Включаем режим редактирования. И выбираем ему точку в папке парковки камнесборщик. И, соответственно, эту самую точку назначаем ему как парковочное место. Ну а далее рисуем ему курсплей, чтобы он начинал собирать камешки. 5,1 метра. Давайте поставим 5, как и было задумано. И, я думаю, 4 поворотных полосы. Острые углы и все остальное по дефолту. Также, выгружать все, что ты соберешь. Ты будешь ездить на элеватор. Но, правда, я сомневаюсь, что он будет полностью забиваться. Хотя, не знаю, посмотрим. Когда я играл в дефолтную ферму, на дефолтной карте, там как-то прям не сильно много этого всего было. Камней, я имею ввиду. Ну и давай, друг, на поле 34. Шуруй, собирай там камни. Сейчас заодно посмотрим, как это работает. Так вот, друзья. По поводу наших полей. Обрисовываю планы на будущее. В следующем году я хочу поставить производство мельницу. Она, по-моему, вот сюда вот ставится. Но сейчас это неважно. На мельнице мы можем производить 4 вида муки. Обычную пшеничную муку из ржи, полбы и гречихи, гречневую муку. Соответственно, нам надо к следующему сезону вырастить вот эти самые 4 культуры. Если мы обратимся к календарю посадок, то пшеница у нас сеется сейчас. Рожь полбы у нас тоже сеется сейчас. А вот гречиха у нас сеется весной, если мне память не изменяет. Да, в апреле и она сеется и убирается в августе-сентябре. И пшеница у нас начинается уборка аж с июля. Июль-август. Рожь полбы, в принципе, тоже в этих пределах. Так что я думаю, что мы в августе поставим это самое производство, когда у нас будет уборочное. Или в июле, если оно созреет. Ну, а гречиху уже потом тогда запустим. И, друзья, нам надо все это дело вырастить. Мы это сейчас все, кроме гречихи, можем посадить. Поэтому сейчас самое время сажать все это дело на наши поля. Значит, а что я решил? На 50-е поле, 36 гектаров, которое мы посеем пшеничку. Рожь полбу мы распределим вот по нашим вот этим полям. 34, 35, 36, 39, 38. Примерно поровну мы это дело распределим. То есть у нас 34, 35, 36 поле по площади примерно равны, как 38, 39. То есть 34, 6 гектаров. 35, 7 и 7. Это примерно 13 и 7. Плюс 36, 9, 22 и 8, по-моему, в сумме получается. Но ладно. И тут 21 и 3. В общем-то, в равных пропорциях. То есть 34, 35, 36 мы, например, рожью засаживаем. Или полбой. Наверное, давайте полбой. А вот эти большие рожью. 50-е поле, оно побольше, 36 гектаров. Мы засаживаем пшеницей. Также, друзья, мы тогда теряем люцерну и клевер. И я что-то хочу, чтобы они у нас дальше росли. Поэтому я предлагаю купить 47-е и 48-е поле. Вот это вот сверху. Они тоже примерно равны. По 10 гектаров, 10-11. И засеять их люцерной и клевером. И собирать урожай. 45-е, 47-е. То есть косить, продолжать 3 раза в год. Также, скорее всего, у меня будет желание все-таки выращивать кукурузу-насечку для нашей силосной башни. Но, опять-таки, кукуруза у нас сеется весной, если мне память не изменяет. Где наша кукуруза? Да. Тоже в апреле. Поэтому, наверное, к апрелю мы и купим поле для кукурузы. Точно так же в апреле мы и купим поле для гречихи. Чтобы ее высадить, деньги у нас будут. Это вряд ли будет проблемой. Но сейчас я просто не вижу смысла покупать эти самые поля. Как-то у нас, кстати, сбор камней. Он уже приехал. И уже 184 литра камней собрал. Здесь как будто, знаете ли, культивировано у нас становится. Но это ладно. Давайте, друзья, купим тогда 73-й участок. Он стоит 500 тысяч. Покупаем. Да. И 143 тоже покупаем. Да. Ну и, друзья, что мне надо будет сделать за кадром? Кстати, эти поля сейчас здорово подкосят наш эко-счет на продажу. Зря я их купил сейчас. Давайте, друзья, их сейчас продадим. Ничего не было. Забыли все, что было. Эко-счет возвращаем в нормальное значение. Мы сейчас идем продавать наши поддоны. У нас 5 миллионов осталось. Мы купили два поля, поставили производство. А, поля мы продали. Ну, 4 миллиона останется. Ладно, не важно. И новую технику еще купили. А деньги остались. Ничего не закончилось. Так вот, что я хотел сказать. Какой у меня план на завтрашний рабочий день? Вот эти два наших контейнера вывозят поддоны на Хозмаг. Продают их. И зарабатывают примерно 500 тысяч денег. Вполне себе приемлемо. Пойдет. Меня устраивает. Комбалу продавать не будем. Она, кстати, уже даже исчезла из триггера. Далее. Обслуживаются все наши производства. Выкашиваются все наши поля. То есть клевер и... Ну, все созрело у нас просто. Клевер, люцерну. Все это дело мы косим. И собираем на склад. Далее. Эти поля у нас перезасеиваются. То есть вот это большое поле у нас... Это не наше поле. Пардон. 50-е поле. Оно тоже у нас созревшее с люцерной. Мы пересеиваем в пшеницу. Давайте на карте будет лучше видно. Пересеиваем пшеницу. Вот это вот большое 50-е поле. Вот эти вот три поля небольших мы пересеиваем в полбу. А вот эти вот два поля мы пересеиваем в рож. И после того, как продадутся пандоны, покупаем 47-е, 48-е. Берем на них пробы, что очень важно. Собираем траву с них, на склад вывозим. Приводим их в порядок там по азоту, по извести, по вот этому всему делу. И пересеиваем в клевер и люцерну. И будем в будущем косить. Наши поля тоже, соответственно, тоже везде заботимся. Удобрение, известь. У нас есть и удобрение, и известь. Поэтому все будет классно. Что надо будет мульчировать, то мульчируем. Мульчируем. Скорее всего, после посева надо будет еще прикатать все это дело. Короче, работаю валом. Плюс к этому же всему есть контракты на уборку урожая. Тут у нас много корнеплодов, поэтому, скорее всего, это будет надолго. У нас всего один комбайн на это все дело. И, по-моему, нам надо будет еще одну жатку прикупить. Кстати, поля уже пропололись сами. Урожай хлопок собрался. О, еще одна известь. Отлично. Короче говоря, работаю у меня валом. Скорее всего, тоже на несколько дней. Может быть, еще какой... Хотя тут стремясь ввести. И смысла никакого нету. Единственное, есть у нас тут, по-моему, поля с кукурузой. Да, есть 16-е поля с кукурузой. 17-е поля с кукурузой. Там будет некий остаток от урожая. Подсолнухи, кстати, тоже имеет смысл, наверное, разобрать. 62-е поля с кукурузой. Нормально тут, в общем. И отвезти на производство семян. Я надеюсь, что одного игрового дня мне хватит. На всякий случай, мы время поставим на 0,5. И, друзья, встретимся тогда в конце дня, когда я закончу все эти темные делишечки. И будем тогда готовиться к зиме. Ну вот и конец октября, друзья. В очередной раз на уборочной прошел стремец. Если не забуду, ссылку оставлю в описании на него. И, на самом деле, уборочная еще не закончилась. Еще есть два поля с морковкой, которые до сих пор не убраны. Но это уже, знаете ли, особого значения не имеет. Кукуруза, друзья, у нас убрана. И почти вся отвезена. 43 200 литров еще надо отвезти. У нас есть как раз один свободный ман, который 43 000 и отвезет. Давай, один раз тебе надо съездить всего. Вези кукурузу. Значит, что я уже успел сделать на наших полях? Давайте откроем карту. Во-первых, точное земледелие. Куплены новые поля. 47-48. Разумеется, на них все плохо прям. Я скосил с них траву, которая здесь была. И засеял все люцерной и клевером. Давайте, в общем, перейдем на эти поля, посмотрим, что там к чему. Известью я тоже посыпал. Соответственно, еще надо удобрить и нужно прикатать люцерну. Так я, честно говоря, не помню, занимался я этим или нет. А с другим полем, которое у нас было с люцерной. 48-ое поле я уже успел удобрить. Еще нужно его прикатать. Ну и известью оно, соответственно, тоже посыпано. Так что тут, в общем-то, все хорошо. Далее 50-ое поле. Здесь тоже все плохо было с удобрением. Я, на самом деле, кстати, не знаю почему. Если мы посмотрим на урожай, то он как бы здесь почти везде был хорош. Какие-то полоски маленькие были с плохим урожаем. Не знаю, из-за чего это получилось. Но, в общем-то, у нас знатно просел азот здесь почти до нуля. Но да ладно. В общем-то, здесь 50-ое поле. Я, как и планировал, засеял пшеничку. Также нужно еще это поле удобрить и прикатать. Этого я до сих пор не сделал. Известью посыпано. В общем-то, тоже все хорошо. Мы уже, кстати, полями обрастаем. Так нормально. В следующем году их будет еще больше. Далее 45-ое поле. Здесь почему-то тоже просел азот. А, это поле я точно вообще не удобрял. Здесь плохая урожайность травы получила. Здесь просел азот. Да, все правильно. Здесь мы оставили траву. Она у нас здесь будет расти. И с этим полем я, по-моему, все закончил. Да, его эмульчировал. И азот, и ЭПАЖ. Все здесь в идеале. Поэтому все будет хорошо. Далее 34-ое, 35-ое, 36-ое поле небольшое. Здесь засеяно у нас рожь. Здесь, в общем-то, все процедуры абсолютно выполнены. На 35-ом, соответственно, тоже. Известь, азот, все везде хорошо. А на большом поле, 39-ом, тоже оно еще не прикатано. А, я забыл про это совсем. А почему? Ну ладно. В общем-то, его надо будет еще мне прикатать. 38-ое, не надо будет. Это я уже сделал. Короче, работы на самом деле на полях еще мне предстоит много. Плюс нужно убрать два поля. А это тоже еще часа четыре займет на самом деле. И потом эти поля еще, скорее всего, надо будет перепахать. Будут контракты. Ну а это ладно, это все за кадром сделается. Это, скажем так, неинтересно. Интересно, друзья, что у нас есть по урожаю. Давайте, наверное, мы вот это вот откроем. А 8 тысяч литров подсолнухов у меня осталось с этой уборочной. И 45 кубов кукурузы. Соответственно, кукурузу эту мы везем на производство семян. И сейчас запустим наше вот это вот производство семян. Подсолнухи отвезем на... Не знаю, зачем я эти 8 тысячи сохранил. Но, короче, отвезем на НПЗ. Давайте подсолнухи сразу запустим, товарищи. Один разик, дружище, съезди, отвези. Далее. У нас есть довольно-таки много сечки. У нас есть много силос. Но силос это на продажу пойдет. Мы его сейчас копим. Довольно-таки много травы у нас есть. Очень много у нас люцерны. Ну, клевера вроде как избытка нет. Мы, друзья, в следующем году посмотрим на урожайность наших новых полей. Вот этих с клевером и с люцерной. Вот эти 47-48. Дальше, в общем-то, сделаем некоторые выводы из этого. Но у меня в планах еще появилось в следующем году поставить сахарный завод. Для этого надо будет купить еще какое-нибудь поле под свеклу. И у меня есть идея взять вот эту вот связку полей. Это четвертая, пятая. Вот здесь вот так вот все обрезать. Давайте, в общем-то, перейдем туда да посмотрим, что там к чему. Вот. Сделать его ровным. То есть вот эту вот часть обрезать. И на это место всунуть, вы не поверите, силосную яму. И попробоваться с ней поиграться. Заполнить ее до отказ какую-нибудь большую, знаете ли, миллиона на 4 литров. И, в общем-то, все остатки складывать сюда. Также в следующем году нам обязательно надо будет купить поле для гречихи. У меня есть планы. На самом деле есть мысль начинать вот эти вот территории скупать, чтобы рядом все было. Может быть 44-е поле взять. Может быть 46-е для этих целей. Также ввиду того, что у нас есть небольшая просадка по топливу, она опять-таки появилась. Может быть, имеет смысл запустить вот эти вот две линии топлива из канола и топлива из подсолнечника. То есть тут как бы подсолнечник и подсолнухи. И канола есть, но они используются исключительно как бустер для нефти. А если запустить эти линии, то, в общем-то, дизеля... Давайте, кстати, вот запустим. Просто посмотреть. И сейчас там корм для свиней начнет производиться. Ну ладно. При таком раскладе у нас будет производиться 177 600 в месяц. Требуется 86. Правда, это, скорее всего, рыбака мы отключили, да? Да, рыбака мы отключили. А если мы его включим, то, в общем-то, топлива будет хватать. Поэтому у меня есть еще мыслишко купить поля. Давайте пока что мы, конечно, повыключаем. Все, что мы повключали на 11 литров корма для свиней, успело сделаться. Ну ладно. Так вот, что я говорил? Я говорил о том, что купить поле под подсолнечник еще какое-нибудь. Купить поле под канолу. Давайте посмотрим, что у нас тут по финансам. Это все будет. 70 поле миллион. 71 750 тысяч. 407 и 768. То есть миллион сто. И вот это поле миллион пятьсот. Тут, кстати, можно еще немножко процентик поднять. Нелли Бродерсон. И сделать поле чуть подешевле. На 100 тысяч, правда, можно опустить. Но, ну да ладно. Короче говоря, вот эти вот поля скупить. Одно под гречиху. Одно под канолу. Одно под подсолнухи. Вот эти вот два купить и объединить. И одно еще купить под кукурузу под сечку. Так, контракт, кстати, мы принимаем. И сразу же берем контракт на вспашку на этом же самом поле. Сейчас отправим два плуга. Как раз там и работать. В общем-то, будем уже свои урожаи тогда собирать. Также вот этот вот участок купить просто на пробу, знаете ли. Мне кажется, конечно, здесь мало свеклы получится в сумме. То есть год на этой свекле работать завод сахарный не будет. Но, возможно, кто-нибудь еще посадит эту самую свеклу. У нас свеклы там около ста кубов еще лишних получилось с контракта. Так, дружище, ты тоже стой. Ты, друг, бери оставшуюся кукурузу. Вези на производство семян выгрузка. Один раз. Давай. Погнал. Вот. Но это, друзья, мы посмотрим после зимы. Потому что зимой у нас еще будет небольшая продажа всего. Если по хорошей цене продадим силы, в принципе, почти полтора миллиона мы за это получим. Блин, так много всего. Уже глаза разбегаются. Это вот все, что у нас лежит на складах, если что. Ну и на производствах. Также, если еще цена на что-нибудь скокнет, то можно будет и это что-нибудь продать. У нас там еще льняная солома была. Но ее в этом году получилось прям мало. Хотя, если опять-таки в хорошую цену, 420 тысяч и будет. Замечательно. Прелестно. Вот. В общем-то, в любом случае, в любом случае, что я хотел. Я хотел вот этот календарь открыть. То есть, канулу, если что, мы будем сажать только в июле. Соответственно, к июлю только имеет смысл поле покупать июль-август. Нет, это сезон урожая. Посадка в августе, пардон. А подсолнухи и кукуруза у нас весной сажаются. Гречиха тоже только в апреле. И свеклу я еще нацелил. Тоже март-апрель. Весна, в общем-то. Товарищ прибыл. Молодец. И, в общем-то, друзья, я принял решение не упарываться больше контрактами. Я уже, в принципе, говорил об этом. Контракты на уборочную только будем делать. Потому что это и выгодно, и, в принципе, интересно. Мне нравится. Поэтому я буду этим заниматься. А всякие вот эти вот культивации, удобрения, прополки. Оно так будет изредка. Когда будет абсолютно нечем заняться. Или вот у нас есть планы на целый день. Я знаю, что на них уйдет 4 часа. А культивировать ничего не надо. Контракт есть. Тогда я отправлю. Ну, как-то вот так вот. Наверное, это все будет. Пока что выглядит в моих планах. Тем более, контрактов уже выполнено 1136. Это довольно много. По-моему, я еще ни на одной карьере столько не выполнял этих самых контрактов. Так, что там у нас на производстве семян? Этот самый товарищ приехал. Приехал. Сейчас выгрузится. Мы запустим это производство. Будут у нас еще и семена. Я так понимаю, мы запускаем все линии. Потому что есть пшеница. Есть полбарош. Есть кукуруза. Есть хамель, фасоль, горох. Фасоли 9 литров всего. Откуда они здесь взялись? Непонятно. Ну да. Запускаем все 4 линии. Семян у нас, в принципе, прибавится. Порядком так прибавится. У нас их и так много. Но я так понимаю, что они все до весны. То есть, производство это остановится. Удобрения надо сюда привезти. Удобрения привезем. Не проблема. Сколько сюда влазит? 80 кубов сюда влазит. Сколько у нас удобрений есть? Это не компостер. Это не то вот это удобрение. 65 кубов здесь есть. Давай, друг. Три разика маленький наш съездил. Перевези там сколько у тебя влезет. Ну, в общем-то, друзья, с вами в следующей серии. Встретимся уже в начале марта. Будем тогда заниматься нашими полями. Посмотрим, что у нас тут по деньгам получилось. Соответственно, до этого времени у нас ноябрь, декабрь, январь и февраль 4 месяца. Обслуживание производства. Если выскакивает хорошая цена на что-то, то, в общем-то, продажа этого чего-то. Плюс мне еще сегодня добить наши поля. В общем-то, работы валом. Может быть, какой-нибудь стремец. По этому поводу тоже пройдет. Не обещаю. Ну, а на этом у меня тогда сегодня все. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Лайки, комментарии не забываем. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. С вами был Никита Дилай. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока-ки.